Доброе утро! Я приветствую всех, кто к нам присоединился к нашему вебинару. Меня зовут Сергей Кулешов, и сегодня у нас вебинар, посвященный возможностям нашей платформы 1SBITREX в области email-маркетинга. Здравствуйте! Сегодня на вебинаре со мной в первой части нашего вебинара разработчик модуля email-маркетинга Андрей Силаев. Он уже тоже подключен, и он будет вам демонстрировать все возможности и отвечать на большинство ваших вопросов. А также у нас будет и вторая часть вебинара. Давайте сейчас быстренько посмотрим вместе на программу нашего вебинара. Значит, первая часть – это мы показываем платформу 1SBITREX и возможности по email-маркетингу с Андреем. И вторая часть – Иван Горовиковский, руководитель проекта SoftBalance, расскажет нам о новом взгляде на общение с клиентом через email-маркетинг. И прежде чем мы приступим, есть один организационный вопрос. Для того, чтобы убедиться, что у нас у всех слушателей с трансляцией все в порядке, у вас в интерфейсе программы, через которую вы нас смотрите, есть закладочка, которая называется «Questions» по-английски. Это то место, где вы можете задавать нам вопросы. Там все довольно просто. Я надеюсь, вы разберетесь, куда можно написать. И чтобы это проверить, я прошу вас сейчас туда поставить мне плюсик или просто написать, что с трансляцией все окей, вы хорошо слышите, видите экран и все в порядке. Так, что-то я не вижу ни одного ответа. Да, вот, вижу ответы. Спасибо большое. Да, я вижу, что сейчас все в порядке. Ну что ж, отлично, тогда мы будем приступать. Значит, email-маркетинг в нашей платформе – это один из инструментов вообще маркетинга, да, один из инструментов работы с вашими клиентами, как потенциальными, так и текущими, действующими клиентами. Напомню, что у нас инструментов довольно много, и они применяются в основном, например, в интернет-магазинах, но также, собственно, email-маркетинг – инструмент применимый и в других видах сайтов, да, приносящих доход нашим клиентам. Мы сосредоточимся сегодня именно на email-маркетинге. Про другие инструменты мы обычно рассказываем в рамках цикла вебинаров «Сайт за 6 часов», когда интернет-магазин за 6 часов – это цикл из трех вебинаров, где мы показываем все от начала до конца, как, собственно, начиная от установки битрекса, заканчивая сложными настройками. И обычно в рамках такого цикла вебинаров мы очень детально рассматриваем и другие маркетинговые инструменты. Но сейчас наша задача с вами посмотреть на email-маркетинг, на те рассылки, с которыми мы предлагаем вам поработать и использовать для того, чтобы сделать свой бизнес более эффективным, и в том числе интернет-магазин и работу с клиентами сделать действительно очень хорошей. Я не буду делать здесь долгих вступлений. Я прошу Андрея сразу же подключаться, потому что мы попробуем сегодня в таком сжатом формате, но очень практичном, пройтись по всем возможностям, основным и функциям системы email-маркетинга. Да, у нас она состоит из двух частей. В общем, мы сейчас обо всем об этом поговорим и покажем вам все в реальном времени, так сказать, в живом режиме. Андрей, я переключаю на тебя сейчас экранчик. Сейчас он должен переключиться. Так, 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 так. Да, ты можешь уже нажать кнопочку «Показывать экран». Я вижу, что все. Да, здравствуйте. Сейчас одну секунду, Андрей. Сергей, не слышно? Да, да, слышно хорошо. Сейчас одну секунду. Здесь есть вопрос от слушателя. Есть ли пауза в вебинаре? Нет, к сожалению, в вебинаре паузы нет. И, прошу прощения, я забыл сразу сказать, вебинар записывается. И это означает, что буквально в течение одного-двух дней мы выложим на нашем канале в YouTube запись. И, соответственно, на сайте 1SBitrix, где вы регистрировались на вебинар, в разделе мероприятий, эта запись появится. Можете либо на нашем канале 1SBitrix найти или на сайте. А там уже пересмотреть в свободном режиме те моменты, которые захочется посмотреть детальнее. Все, техническими моментами закончили. Поехали. Начнем, наверное, с того, где у нас находится сам модуль для тех, кто у нас впервые смотрит и знакомится с функционалом. Модуль находится в разделе маркетинг. И в пункте e-mail маркетинг. Он состоит из нескольких пунктов. Это список рассылок, группы адресов, список адресов, мои шаблоны, рассылки сайта. Чтобы создать рассылку, нужно перейти в список рассылок и нажать на кнопку «Давай через мастер». Далее мы выбираем «Создать новую рассылку», указываем ее название и нажимаем «Следующий шаг». После этого мы должны определить, для кого мы создаем эту рассылку, то есть конкретных получателей. Создадим новую группу получателей, назовем ее, к примеру, «Мои адреса». И добавим в нее фильтр. Фильтр по e-mail адресам. В зависимости от того, какие у вас модули установлены, вам могут быть доступны разные фильтры. Это можно фильтры сделать из инфоблоков, веб-форум, магазина и прочие там модули. Давайте добавим из списка адресов. Что такое списки адресов? Это адреса, которые вы сами загрузили. У меня уже загружены адреса, давние покупатели. Нажимаем «Сохранить» и вот «Мои адреса» появляется, созданная мной группа. Скажу, что создав однажды группу и добавив ее в рассылку, в следующий раз, когда вы будете добавлять адреса в список или если вы создали группу с адресами из магазина, то как только будут появляться новые заказы с новыми e-mail адресами в магазине, то они автоматически будут попадать сюда же в эту рассылку и при новых рассылках будет охватывать новые адреса тоже. Далее следующий шаг. Нажимаем и попадаем на страницу создания выпуска. То есть что такое рассылка? Рассылка это как группа ваших отправок, то есть выпусков. Каждый выпуск, он содержит в себе тему письма, тело письма, то есть само письмо, что именно увидит, и способ, каким он будет отправлен, этот выпуск. И эти выпуски все соотносятся с рассылкой, которая содержит в себе конкретных получателей. В теме письма мы укажем, что анонсы, новогодний анонс, и укажем отправителя. Вы указываете свой адрес, и далее вы можете в нашем редакторе изменить содержимое письма. Но мы пока сейчас не будем застрять на этом внимание. И перейдем к следующему шагу. Мы попали на шаг расписания отправки. Мы можем отправить рассылку вручную, то есть после ее создания мы должны специально нажать на кнопочку «Отправить», для того, чтобы выпуск ушел получателем. Либо мы можем отправить определенное время. То есть мы определили получателей, определили, что именно мы отправляем, составили само письмо. И мы можем запланировать эту отправку на какую-нибудь дату сегодня, либо какие-нибудь следующие дни. Далее есть возможность периодической отправки по расписанию. Допустим, вы хотите раз в неделю отправлять письма с новостями в вашего магазина. Вы можете создать письмо, положить туда компонент новостей и указать периодическую отправку выборов. К примеру, каждое воскресенье отправлять либо конкретные месяцы, либо конкретные дни месяца и конкретный день недели. И еще указать время отправки, чтобы ваши получатели увидели это письмо, к примеру, сразу, когда придут на работу. Да, мы укажем, что отправить в определенное время, укажем отправку завтра. Нажимаем «Сохранить» и «Выполнить». Все, у нас письмо создалось. Вот у нас тема письма здесь, есть у нас определенные темы, тело, отправитель. Вот наше время отправки указанное. И теперь это письмо ждет наступления той даты, чтобы отправиться по всем получателям. Если же мы определили бы вручную отправку, то мы могли бы посмотреть заранее, как наше письмо выглядит на конкретном устройстве. То есть, к примеру, в вашей почтовой программе на компьютере, либо в почтовой программе на телефоне, для этого указав свой адрес и нажав кнопку «Отправить». И вы получите это письмо только себе, без отправки всем остальным получателям. Так мы посмотрели, как нужно создавать рассылку. И теперь мы можем приступить к созданию, к примеру, следующей рассылки. Точнее, к рассылке по следующему. Следующий анонс отправить. Мы можем зайти в рассылки сайта пункт меню, в анонсы. Это название нашей новой рассылки. И перейти в выпуски. И мы увидим здесь наш выпуск «Новогодний анонс». Теперь, если мы захотим отправить еще один анонс, мы нажимаем «Создать рассылку через мастер». Выбираем «Анонсы». И уже мы не определяем получателей. Мы их один раз определяем для рассылки. И после этого мы, опять же, выбираем, какое мы письмо будем отправлять человеку, нашей аудитории. И после создания тела письма определяем отправку вручную. И у нас создана вторая рассылка, второй, скажем так, выпуск. И он у нас определен с отправкой вручную. Как видим, сам выпуск не будет отправлен, пока вы не нажмете на кнопочку «Отправить». Вы можете определить, как это письмо отображается, используя тестовую отправку. Можете что-то, опять же, поменять, когда это потребуется. И после этого нажать на кнопочку «Отправить». Да, вы видите вот такой прогресс-бар, который показывает, как быстро там отправляются эти письма. У меня специально поставлена задержка, чтобы можно было видеть, как это происходит. То есть все у нас, рассылка отправлена, у него поменялся статус на «Отправлен». А тот выпуск, который мы создавали в начале, новогодний анонс, он у нас в процессе отправки. То есть ожидает время и еще пока не отправлено ни одного письма, как мы видим. Далее мы можем использовать операции, такие как «Поставить на паузу» для просылок, которые отправляются, к примеру, или готовы к отправке. Либо вообще их можно остановить. Да, так теперь давайте посмотрим, какие у нас есть возможности по редактированию. Подожди секундочку, Андрей, я хочу тебе озвучить один из вопросов. Во-первых, один из, наверное, важных вопросов, я на него письменно ответил, но хочу озвучить. По поводу того, в какие редакции входят модули мейл-маркетинга. Если я все правильно помню, малый бизнес-эксперт, бизнес и выше, то есть интерпрайс, соответственно, вот у одного из слушателей этого пункта не было. И я так понимаю, что это может быть связано с двумя ситуациями. Первая – это не обновленная платформа, а вторая – платформа обновлена, но модуль не установлен. Соответственно, надо зайти, вот как показывает Андрей, в настройки и в пункт модули. Настройки продукта и в пункт модули. Найти там email-маркетинг и установить этот модуль. Да, совершенно верно. Там будет просто кнопочка «Установить», если он доступен в вашей редакции. И второй вопрос – это если для рассылки определяется дата отправки, то она будет отправлена автоматически с сервера и ничего больше делать не нужно. Никуда заходить, ничего нажимать. Правильно? Да, верно. Вы определяете только время, нажимаете «Сохранить» и после этого можете заниматься своими делами. Когда время это наступит, рассылка сама отправится автоматически и вы можете даже посмотреть, вот здесь будет указан процент отправки. То есть оно будет здесь отображаться, сам процесс отправки. Ну что, тогда поехали дальше. Да, давайте посмотрим возможности редактора. При создании рассылок вы можете использовать вот такую галочку «Сохранить мои шаблоны» и использовать данный шаблон после того, как вы сохраните. Вы можете использовать этот новый созданный шаблон в качестве шаблона для всех своих писем. Когда вы, например, создаете первый раз письмо, вы можете указать свой телефон. Кстати говоря, если вы использовали мастер по настройке интернет-магазина, то он автоматически оттуда подтянется, подтянется логотип по названию компании здесь. Но если вы не использовали его, то вы можете изменить логотип, поменять название компании, к примеру, указать, поменять телефон и прочее. И после этого сохранить его как свой шаблон. В следующий раз, вот после сохранения, в следующий раз, когда вы будете создавать рассылку, то вы сможете найти этот сохраненный шаблон, вот здесь «Мои шаблоны». И когда вы его выберете, то уже будет ваш шаблон, который вы поменяли уже на свои конкретные данные. Ну а теперь, если мы будем говорить конкретно уже о редакторе, то редактор позволяет загружать картинки. То есть он ее позволяет менять, загружать новые, менять их размер, кадрировать и прочее. То есть вот после сохранения у нас уже рассылка выглядит так. Точнее наш шаблон письма. Далее можно менять текст уже в рассылках, в блоках, которые здесь и находятся. И прочее, что у нас тут есть, ссылки, кнопки. Можно определять ссылку, на которую ведет кнопку и текст кнопки. Но какие у нас доступны блоки? У нас есть текст, текст в рамке, разделители, группа картинок, одна картинка, кнопка, блок соцсетей. И есть возможность добавлять компоненты. Компоненты, к примеру, купон, генерация купона, корзина, список новостей, вывод товаров и прочее. Добавить можно блок, перетащив его в эту область. То есть в область, которая доступна, то есть где подсвечивается синим. Перетащив блок, вы можете уже отредактировать, нажав на него, отредактировать текст. Изменить его жирность текста, размер, цвет и прочее. То есть вы можете абсолютно менять, как хотите, текст. И далее вы можете блоки передвигать друг относительно друга. Можете менять любую информацию, в том числе и даже меню, которое там определяется. Таким образом вы можете легко поменять любое содержимое тела письма на то, которое вы захотите. И что самое важное, те письма, которые мы предлагаем, те шаблоны, которые мы предлагаем как штатные, они уже оттестированы на большинстве устройств и в большинстве почтовых программ на их корректное отображение. То есть вы можете использовать наш шаблон, использовать наши блоки, менять в них текст, картинки, заголовки, кнопки. И после сохранения вы, когда отправите это письмо, может быть уверены, что в большинстве случаев ваше письмо будет корректно отображено как в программе Outlook, так и в Gmail, Яндекс, почте, Mail, почте, на телефоне и прочих устройствах. То есть вы не сможете сломать письмо, который не сможете сломать письмо, и после чего, когда человек откроет пришедшее письмо, он не увидит непонятно отформатированное сообщение, а увидит красивое письмо, которое вы составили. Но мы также имеем еще возможность, имеем такую возможность в редакторе как предпросмотр. То есть, чтобы после составления письма вы можете нажать кнопку применить и после этого отправить себе письмо и посмотреть, как оно выглядит действительно на конкретном вашем устройстве и в конкретной почтовой программе. Но также вы можете использовать быстрый предпросмотр. Это вкладка предпросмотр, где вы увидите возможность просмотреть на смартфоне, планшете и десктопе, то есть компьютере. На десктопе он выглядит вполне стандартно и симпатично. На смартфоне уже происходит адаптирование этого шаблона письма под размеры экрана и, как видите, телефоны, меню и прочее, они садаптировались и отображаются нормально. Таким образом, вы можете быстро посмотреть, как у вас отображается письмо, как оно выглядит на мобильных устройствах, потому что доля мобильных устройств уже больше, чем десктопных у клиентов, магазинов. И лучше ориентироваться на именно смартфон. Далее мы можем посмотреть, какие же именно еще у нас доступны, какие другие шаблоны мы предоставляем штатные. У нас в списке, когда при создании сообщения нового выпуска, у нас открывается шаг выбора шаблона, на основании которого мы будем создавать письмо. И у нас доступны разные отображения, которые, в принципе, наверное, удовлетворяют все потребности. И чем проще, наверное, тем лучше. Поэтому использовать лучше, наверное, такое письмо, которое будет правильно и понятно отображаться на мобильном устройстве. Далее мы, наверное, с Сергеем, перейдем уже к персонализации рассылок. Да, давайте рассмотрим, какие возможности у нас есть в модуле для персонализации. У нас есть теги персонализации, как имя, код пользователя, название магазина, e-mail и код выпуска. Код выпуска и код пользователя, они будут использоваться, к примеру, в компонентах. Это при составлении письма. Допустим, если мы добавим, к примеру, компонент сопутствующих товаров, либо персонализации, то они у нас проставятся автоматически в компоненты. Если мы будем использовать имя, то добавив в тему письма, либо в сообщение, мы можем использовать вот этот настройку, имя пользователя, указав, выбрав его из списка name, поставив сюда, и мы можем быть уверенными, что при отправке письма вместо вот этого name будет подставлено либо имя человека. Допустим, если у нас рассылка идет по получателям из интернет-магазина, то есть из модуля интернет-магазина, то будет поставлено имя покупателя, если он указывал свое имя, либо часть его e-mail-адреса до знака собаки. Далее. Кстати говоря, в редакторе у нас еще есть возможность настроить общее отображение письма. Это, к примеру, настройки для всей страницы, цвет фона определить на более какой-то подходящий под тему вашего сайта, либо у конкретных блоков определить отступы, размеры текста, цветы ссылок и прочие настройки так, чтобы один и тот же блок перетаскивая в разные области, он у вас будет по-разному отображаться. Ну и прочие настройки для отображения, для настройки вашего уникального дизайна рассылки. Далее. У нас есть возможность добавлять компоненты. Давайте поподробнее посмотрим. Перетащив компонент новости, мы можем выбрать блок инфоблок новости и отправлять этот выпуск периодически. То есть, если мы добавим новости, можем даже сделать предпосмотр, как это будет выглядеть у людей на их устройствах. То есть, мы видим, здесь пошло у нас уже новости. То есть, у нас определено три новости. И вот мы можем их здесь увидеть. Причем, мы можем даже нажать на кнопочку и посмотреть переход на конкретную страницу на сайт. Если ваш сайт адаптивный, то он адаптируется под мобильное устройство. Либо вот так. Далее. У нас есть возможность не только новостей. Ну, кстати говоря, если вы собираетесь сделать рассылку из новостей периодическую, то вам, возможно, потребуются настройки, которые мы создали здесь. Это количество новостей на странице. Если мы укажем, к примеру, пять и настройку, не отправлять выпуск, если недостаточно указанного количества новых элементов, то, когда эта будет настройка указана, если новых новостей, которые в прошлый раз не отправлялись, будет меньше, чем пять, то рассылка не будет отправлена. Пока не будет не отправленных новостей пять и более, то рассылка не будет отправлена. Как только будет больше, то рассылка будет отправлена всем получателям, которые здесь указаны. То есть это решает вот эта настройка, она решает проблему, когда новостей на сайте не заводилось новых, но вы определили каждую неделю отправлять, и раньше приходило письмо без новостей. Теперь такого не будет, это уже определяет вот эта настройка. Далее, если вы будете использовать компоненты, к примеру, персонализация, о которой мы поговорим, то ваше письмо будет выглядеть после добавления компонента. Таким образом будут перечисляться, перечислены товары с указанием их уникальных там свойств, как цвет, размеры и цена, и кнопка подробнее. Причем это наш вывод товаров, он еще и адаптивный для мобильных устройств, поэтому вы его можете видеть красивеньким на Gmail или на телефоне. Далее, теперь рассмотрим, какие у нас есть возможности. Подожди секундочку, перед переходом к следующему блоку я тебе вопросы позадую. Так, туда есть жалобы на одну из ошибок, но это мы рассмотрим в индивидуальном порядке, я уже попросил там обращение, все нашел, я тебе передам потом, посмотрим, что там такое. Такие вопросы еще, картинки отправляются, которые в письме в виде вложений или, видимо, в виде ссылок, но есть еще вариант. Картинки отправляются в виде ссылок, конечно, то есть сами письма будут легкими, но если вам вдруг необходимо отправлять как вложения, то в настройках модуля, главного модуля, то есть мы можем пойти сюда, в настройки главного модуля, и здесь у нас в разделе почты можно проставить настройку, отправлять картинки в виде вложений письма, то есть все письма, которые будут входить с вашего сайта, в том числе и письма модуля email маркетинг, будут, картинки будут присылаться как вложения, но размер будет писем большой, и они, конечно, будут не так быстро доходить. Но если вам в индивидуальном порядке нужно конкретному сообщению приложить какой-то документ, ну, какое-то вложение, то вы можете использовать вложения. Так, по поводу персонализации, вроде бы ты все рассказал, да, то есть можно использовать имена и другие теги персонализации. Вопрос, откуда подтягивается эта информация? Евгений пишет, что от чего-то подтягивает часть названия электронной почты до собаки, это как раз из списка адресов. Да, это все верно. Если мы там посмотрим на описание, то указано, если нет имени, то будет указана часть email до знака собака. Да, откуда берутся эти имена? У нас есть список адресов, куда мы можем загружать свои адреса. При загрузке своих адресов у нас пока нет возможности указать каждому адресу присвоить еще свое имя. И поэтому при отправке из списка адресов, получателям из списка адресов, то имен, конечно, не будет. Но если вы при создании групп указывали, к примеру, веб-формы, либо инфоблоки, либо магазин покупателей, то если там определены имена, то они будут использованы. Ну, то есть в магазине это получатель, в магазине это покупатель. И если он при регистрации указывал свое имя, то оно будет доступно уже в модуле email маркетинга, когда вы добавите магазин покупателей. Если это веб-формы, то вы выбираете веб-форму, выбираете поле веб-формы с именем и поле с email. То есть если у вас форму заполняли и заполняли имя, то тогда оно будет, также будет доступно здесь в модуле. То есть, грубо говоря, если это какой-то пользователь, то его имя есть в профиле пользователя. Если это покупатель, то в покупателе есть имя пользователя. Если, соответственно, это какая-то другая веб-форма, обычно в веб-формах спрашивают помимо email, еще какие-то данные, то есть имя, фамилия. Если они там есть, соответственно, модуль его выхватит и будет использовать. Если это просто расписок адресов, то, конечно же, использовать персонализацию не стоит, потому что она будет выхватывать то, что может выхватить, то есть начало email адреса. Следующий вопрос. Вот тут у одного из слушателей перед просмотром ничего не отображает, кроме серого окна и рамки устройства. С чем может быть связана такая проблема? Честно говоря, даже не представляю. Ну, я думаю, стоит обратиться в техподдержку, и мы этот вопрос решим. Да, может быть, я слышал, что бывают сложности из-за всяких блокировщиков рекламы, всяких подобных сервисов. Да, это возможно. Если стоит какой-нибудь адблок или что-то в этом духе, рекомендуется попробовать его отключить, чтобы заработали некоторые части. Так, еще вопрос по поводу вида и содержания компонентов, которые могут быть использованы в письме. То есть, например, другое оформление – это нужно поменять шаблон компонента, правильно? Если нужно изменить именно внутренность того, что будет компонент вытаскивать в письмо. Да, то есть, если вам не нравится какое-то отображение, то вам придется скопировать шаблон компонента. Ну, если мы говорим, например, о новостях, то это компонент NewsListNail, то есть скопировать его шаблон, и потом вы можете использовать его уже… Ну, другие шаблоны, которые захотите, поэтому не обязательно скопировать компонент. То есть, нужно изменить просто шаблон компонента. Это стандартная логика платформы нашей, и, в общем, все разработчики, которые занимаются версткой или интеграцией дизайна с Bittrex, прекрасно знают, как это делается. Если же нужно изменить логику формирования того, что выдает компонент в письмо, то здесь уже нужна модификация самого компонента или написание нового компонента, и это, опять же, стандартная логика работы платформы. Разработчики прекрасно это делать и запросто сделают для вас новый компонент. Да, так и есть. Так, имя будет вставляться индивидуально каждому покупателю с групповой рассылки. Да, конечно, вся персонализация, она на то и персонализация, чтобы индивидуально каждое письмо было персонализировано. Так, можно ли, вот такой вопрос, можно ли при помощи разработчиков вносить правки в шаблоны редактора, если мне не хватает функционала редактора? Можно ли, нужно пилить уже свой шаблон с нуля? Не очень понятно, какого функционала не хватает? Да, то есть не хватает каких-то блоков предустановленных, либо не хватает каких-то операций в редакторе, либо не хватает чего-то еще? Да, здесь нужно чуть больше подробностей, мы попробуем ответить на этот вопрос чуть позже. Что с цифровыми подписями, ДКИМ и прочим? Я так понимаю, это не зависит от модуля маркетинга, да? Да, то есть сам e-mail маркетинг модуль, он занимается более высокорунею работы, он оперирует e-mail адресами, оперирует версткой и отправляет эти все письма, составленные им почтовому серверу, и если ваш почтовый сервер, то есть уже с непосредственно отправкой и сертификатами, и прочими там подписями заведует почтовый сервер, и если ваш почтовый сервер не поддерживает там ДКИМ и прочее, то тогда у вас этого не будет, то есть это не уровень e-mail маркетинга, то есть это более сложная серверная работа, и можно обратиться к администратору вашего почтового сервера. Здесь очень важно, да, уделить внимание как раз настройке почтового сервера или использовании уже настроенных почтовых серверов, ну, в любом случае, это такая довольно техническая вещь, ее, наверное, вот так в рамках вебинара сложно раскрыть, потому что это скорее администраторская работа, нежели чем пользовательская или маркетолога. Вопрос, есть ли теги для дат, то есть вставление даты, месяц и так далее, видимо, текущих или каких-то вычислений? Нет, у нас нет здесь даты, но если у вас есть такая потребность, то вы можете небольшим фрагментом кода, который использует обработку событий, проставить для, здесь свое какое-то значение, к примеру, myDate и уже в обработчике событий, то есть нужно, либо если вы имеете компетенцию разработчика, либо попросить разработчика, то вы можете любые значения, любые вот такие макросы заменить на любое вам определенное значение. Да, понятно, то есть это тоже привлечение разработчика. Так, персональные рекомендации можно ли использовать? Мне кажется, мы до них не дошли еще или у него с плане стоят? Да, не дошли, но они у нас да стоят, как раз можно сейчас и рассказать о них. Ну давай еще пару вопросов. Бесплатный или модуль, ну как бесплатный, он входит в состав платформы. Если у вас соответствующая редакция, то есть малый бизнес-эксперт или бизнес, то этот модуль для вас будет доступен. А, вот по поводу нехватки функционала. Тут Андрей добавил, что он, допустим, хочет сделать 4 столбца, а не 2, как в шаблоне. То есть будем шаблон создавать. Да, вы можете использовать текущий шаблон и скопировать его, ну, содержимое, и создать в, создать на его подобии, ну там 2, 2 колонки, создать на его подобии шаблон, который вам необходим, и использовать мои шаблоны. То есть заходите сюда, нажимаете добавить, и добавляете его вот сюда. То есть создаете новый шаблон, вставляете уже HTML, код вашего шаблона, сохраняете, и после этого можно его использовать. Ну, если, конечно, вы просто не будете использовать данный шаблон в качестве, как образа и подобия, то тогда, возможно, новый редактор не будет работать с вашим шаблоном. То есть там нужна специальная разметка с помощью дата-атрибутов, которые определяют, где находятся места, куда можно бросать блоки, и небольшие еще изменения. То есть обратитесь, я, наверное, вам смогу, если обратитесь в техподдержку, то я смогу подробнее там вам через работник этихподдержки рассказать, как это делать. И в дальнейшем, наверное, выпустим статью, как это делать. Отлично. Так, 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 так. Ой, что-то тут много вопросов сразу посыпалось, как мы начали на них отвечать. Можно ли списка рассылки исключать список пользователей? Не знаю, планировал ты это показывать, но на самом деле есть список нежелательных пользователей, которым не нужно отправлять, и он там может быть использован. То есть всегда есть исключения. Да, если мы можем пойти в список адресов, добавить какой-то там адрес и определить его, как, добавить его в черный список этот адрес. То есть добавление адресов вручную в список. Нажмем «Добавить адреса». И после этого у нас есть список, так называемый черный список, в который мы можем теперь вручную добавлять адреса, и мы можем создать группу «Черный список», в которой мы добавим список адресов. Черный список. Сохраняем. И у нас теперь доступна группа, которая берет адреса, которые мы добавляем вручную, и мы можем пойти в нужную нам рассылку и вот во вкладке «Получатели» «Исключить группу адресов», добавляем черный список. После сохранения теперь, да, теперь в зависимости от того, в какие мы рассылки можем добавить эту группу, в исключение, и после этого, если мы будем добавлять в список адресов, черный список, добавлять новые адреса, то они автоматически уже будут использоваться и во всех остальных рассылках, как исключающие адреса. Да, окей. Соответственно, вы всегда можете иметь свои 1, 2, 3, 10 черных списков, в которых всегда можно обновлять и держать тех, кому ни в коем случае нельзя отправлять письмо. Вопрос еще, ограничено ли количество имел-адресов в рассылке в разных редакциях Bittrex или по количеству писем? То есть, может, да, никаких ограничений у нас нет, можно ли перевести клиента на Bittrex, у него сейчас 10 тысяч писем три раза в неделю через сервис GetResponse, или должен получаться свой почтовый сервер? В любом случае должен получаться свой почтовый сервер, потому что платформа Bittrex не отправляет письма сама, она использует для этого какой-то сервер. Это может быть сервер того, место, где, того хостинга, где размещен сайт, либо какой-то внешний сервер, если используется, например, виртуальная машина, ну или там какие-то другие типы настроек. Так, 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 так. Как маркетинговые рассылки связаны с обычными рассылками? Хороший вопрос. Это просто два разных модуля. E-mail маркетинг – это у нас более продвинутый модуль. Старые рассылки, если мы о ней говорим, они у нас находятся в сервисах рассылки. Они имели устаревшую архитектуру, и у них уже не было смысла развивать их далее. Лучше было бы создать новый модуль. Новый модуль с новой архитектурой и с новыми возможностями. И если у вас остались адреса, много адресов в старом модуле рассылок, то вы можете создать группу и в нее добавить такой фильтр подписка рассылки, подписчики, и оттуда выбрать нужных вам людей по нужному критерию, ну, нужные адреса. То есть ничего не пропадает, но и вы можете безболезненно перейти на новый модуль. Я предлагаю потихоньку двигаться дальше. Еще несколько вопросов. Я обязательно их озвучу чуть-чуть позже, чтобы мы не ломали немножко ритм вебинара, поэтому вы смело их задавайте. Мы сейчас пойдем потихоньку двигаться дальше. Я боюсь, что просто вопросы несколько опережают наш сценарий, и чтобы нам не повторяться, будет удобнее, что мы продолжим, а потом устроим еще одну сессию ответов на вопросы. Да, давайте тогда я вернусь еще к теме черных списков. Теперь вы можете пойти в список адресов и импортировать адреса в список, выбрав здесь черный список. Да, но если, допустим, вы хотите не только добавлять в черный список адреса руками, а хотите сделать такую возможность, как отписка пользователя от всех рассылок на сайте, то есть если человек хоть раз отписался хоть от одной рассылки, то он сразу бы отписался, ну, то есть ему больше в следующий раз не присылались письма по другим рассылкам. Вы можете сделать так называемый общий черный список. Для этого ну, оставляем этот фильтр список адресов, чтобы вручную можно было добавлять, а для автоматического это email маркетинг, отписавшийся. Да, и оставляем, выберите рассылку, мы выбираем, не выбираем, мы оставляем все рассылки, и теперь в эту группу будут попадать все отписавшиеся от любых рассылок и наши те, которые вручную добавлены. То есть автоматически человек, если отписался, то он сразу же будет в этой группе. Теперь эту группу нужно будет проставить в каждую рассылку и в новые при создании, как группу черный список. И после этого у нас будет общая база для отписавшихся от любой рассылки. То есть теперь человеку не нужно там отписываться от одной рассылки, если мы создадим новую рассылку, то от второй. Если вы захотите, можете сделать общий черный список. Если он хоть раз отписался, то больше он не получит писем от тех рассылок, в которые вы добавили вот такую группу. Но это никак не помешает вам создать новую рассылку, в которую вы не добавите вот этот черный список, и после этого все равно у вас смогут получить люди письма. Так, ну теперь мы, наверное, перейдем к возможностям бигдаты. Это так называемая тоже персонализация 11Betrix BigData. Это у нас сервис, который помогает вам определить какие-то сервисы наших рекомендаций для выбора наилучшего товара для конкретного клиента. И у нас есть небольшая интеграция с модулем e-mail маркетинга. При создании рассылки вы можете добавить группу, ну или при отредактировании добавить в рассылку группу, которая будет иметь последующий фильтр. Этот фильтр называется целевая распродажа товаров. Что это такое? Давайте рассмотрим такой кейс. у вас есть интернет-магазин, у вас есть какие-то товары, которые нужно очень быстро распродать, какие-то остатки, ну либо которые вы просто не можете долго продать. Вы можете создать рассылку с такой группой, куда добавить фильтр целевая распродажа товаров, и в котором вы выберете конкретные товары, которые вы хотите побыстрее, которые вы хотите продать. Да, теперь вот выбрав несколько товаров, вы можете сделать рассылку по вот этой группе. Итак, если мы добавили сюда адреса, то при отправке рассылки модули e-mail маркетинга, спросит наш сервис Big Data порекомендовать конкретных покупателей, которым будет интересны указанные вами товары. И вы сможете разослать только тем людям предложения, которые наиболее вероятно смогут купить указанные товары в вашем магазине с точки зрения нашего сервиса. Да, таким образом вы сможете либо распродавать остатки, либо залежавшиеся там товары, либо использовать более узкий сегмент ваших покупателей, то есть рассылку создавать не на всех, а на только тех, которые максимально вероятно могут купить указанные вами товары здесь. И в дальнейшем вы можете созданную рассылку с данной группой, заходить в данную группу, менять здесь товары и после этого опять же создавать выпуск, отправлять по нему его с описанием товаров и опять же по новым товарам, которые здесь указаны, будут выбраны новые получатели и будет по ним сделана рассылка. Что касается целевой распродажи товаров, что касается теперь возможностей для рекомендации товаров, у нас при отправке писем можно еще добавлять компоненты, как я уже говорил, и один из компонентов есть персональные рекомендации. То есть, если вы делаете рассылку по пользователям сайта, либо по покупателям в магазине, то вам будут доступны более расширенные возможности. Это код пользователя и по этому коду пользователя можно будет получить рекомендации. То есть, если вы рассылаете по покупателям магазина или пользователям, то вы можете добавить компонент вот такой и после отправки вместо него будет выведен три продукта из вашего каталога, которые максимально вероятно могут быть куплены или заинтересованы какими товарами сможет быть заинтересован конкретный покупатель и по вашей рассылке. Далее у нас есть сопутствующие еще товары заказу. Они рассылаются по коду заказа и вывод товаров. Да, вот сопутствующие товары, заказы товара. Этот компонент, он требует код заказа и в общем-то он скорее предназначен для триггерных рассылок, чем для обычных рассылок. То есть, если вы создаете и у вас есть собственные источники адресов, это, к примеру, свой какой-то особый коннектор, ну, фильтр для, к примеру, по покупателям оформившим заказ, где будет еще указан код заказа, то тогда этот компонент тоже сработает. таким образом, используя в группах при создании рассылки или изменении рассылки, если вы будете использовать в группах адресов фильтр по распродаже товаров, то тогда сможете определить наиболее вероятных покупателей для конкретно указанных товаров. А в данном случае, если вы будете использовать персональные рекомендации, то конкретному покупателю будут рекомендуем уже самые вероятные товары, которые он сможет купить. То есть, это два разных направленности кейса. Так, ну и, наверное, перейдем мы теперь. Посмотрим, что у нас еще, какие у нас особые есть настройки при создании выпуска. когда мы уже определили тело письма, у нас есть возможность указывать вложения, важность и параметры в офисе ссылки. Ну, о вложениях я уже говорил, что сюда можно прикладывать документ, какой-то прайс-лист, к примеру, при рассылке они будут приложены к письму. Можно указать важность письма, она будет передана. И, также, в каждом письме есть хотя бы одна, ссылка, которая будет ввести на ваш сайт. Ну, в основном в среднем это бывает несколько ссылок. И, если у вас, к примеру, более-менее сложный шаблон, то тогда у вас будет около пяти-десяти ссылок. И каждый раз в каждую ссылку проставить, к примеру, UTM-метки, по которым вы сможете отследить, что конкретные люди перешли на ваш сайт из письма. Это будет затруднительно. То есть, проходить по каждому, по каждой, например, кнопке, добавлять метки UTM, source, и далее. Это будет затруднительно. Вместо этого вы можете не менять сам шаблон, не менять ссылки, а вы можете проставить вот сюда параметры UTM-мейл, UTM-компани и прочее. И они, вот эти метки будут проставлены во все ссылки письма автоматически при отправке. Это очень удобно и ограждает вас от лишнего ручного труда ненужного. Ну и перейдем к важному разделу. То есть, мы уже умеем отправлять, создавать рассылки, мы можем менять рассылки с помощью редактора, мы можем там создавать периодические рассылки и прочее. Мы можем пользоваться компонентами, которые работают с BigData и настраивают там распродажи товаров по данным BigData. Но теперь нам нужно как-то определить и посмотреть, насколько же эффективно все это у нас происходит, насколько хороши сами тексты, насколько у нас аудитория, которые наши покупатели магазинов, насколько они охотно читают то, что мы им присылаем, насколько часто они отписываются. Всю эту информацию можно увидеть, если мы перейдем, к примеру, из списка рассылок, мы перейдем в пункт статистика, либо из этого пункта выберем статистику и нажмем на нее. Так, здесь у нас нет у нас статистики, вот посмотрим по подготовленной заранее у меня рассылке новости. Переходим в статистику и мы можем увидеть здесь фильтр по выпуску конкретному и у нас есть данные здесь по последнему выпуску, по последней отправке нашего выпуска пирамиду и другие еще данные. Давайте посмотрим, что у нас тут выводится детально. У нас есть данные о числе прочитанных, о переходах, о количестве и процентном соотношении переходом по ссылкам, сколько было писем отправлено с ошибками. Кстати говоря, если у вас есть выпуски при отправке выпуска произошли ошибки, то вы можете в выпуске нажать на кнопочку и отправить ошибочным адресатом еще раз рассылку. И у нас есть еще показатель «Отписались от рассылки». И как мы видим, у нас это все может быть отображено еще в виде пирамиды. Далее, у нас есть топ-15 переходов по ссылкам. То есть по каждому выпуску вы можете просмотреть статистику на какие ссылки более активно кликали. И если у вас разные ссылки, вы можете еще посмотреть, как они оптимально у вас расположены на странице. То есть, вот здесь видно, что это самая активная кликалась ссылка, это самая менее активная. И если у вас выпуск периодически, то есть я создал выпуск новостей как периодически, то есть периодическую отправку настроил. И если настроена периодическая отправка, то будет показан вот такой график по датам. Вот у меня каждый день отправлялись новости. За каждый день у нас здесь отображается статистика, и можно видеть, как у нас растет или падают показатели по переходам по ссылкам отписавшимся, прочитанным, отправленным и прочим. Таким образом, вы на этой странице сможете по каждому выпуску, здесь можно выбирать выпуск, по каждому выпуску посмотреть статистику, как у вас отписываются, как у вас читают, сколько открывают письма, что прочитать, сколько кликают по ссылкам и отслеживать эти показатели. Так, может у нас есть... Да, может у нас спрашивай. Потому что много, и это хорошо, спасибо вам, у нас получается хорошая беседа. Итак, Заур спрашивает, можно использовать шаблон сайта в качестве шаблона рассылки? Вроде используется у нас стандартный базовый шаблон магазина, или нужно делать отдельный шаблон? шаблон сайта в качестве... Я бы сказал точно, что не надо так делать, даже если бы это можно было технически. Дело в том, что в шаблоне сайта включено очень много различных... моментов, скажем так, что скорее да, мы даже стандартно даем такую возможность, но тут нужно пояснить. Дело в том, что если вы используете почтовые шаблоны, то при настройке их вы можете указать тему оформления, то есть вот у нас стандартные письма, которые отправляются на какие-либо события, к примеру, разрешение оплаты заказа и прочее, и у нас помимо остальных настройок есть возможность, есть еще такая настройка к теме оформления. это шаблон сайта, но только для почты, то есть это почтовый шаблон сайта, скажем так, если вы его здесь выберите, то он также имеет и хидр, и футер, и это ваше письмо, оно до и после, до него будет ставлен хидр, после него будет футер ставлен, то есть вот это сообщение будет... Ну, на самом деле это не шаблон сайта, это почтовый шаблон сайта, он абсолютно такой же по структуре, он находится там же, но имеет тип, то есть почтовый шаблон нельзя использовать в качестве шаблона сайта, а шаблон сайта нельзя использовать в качестве почтового, то есть вот они у нас здесь настраиваются, тема оформления, это как мы видим очень похоже на раздел шаблон сайта, то есть как видим здесь у нас такие же у нас и табы но теперь но теперь если мы вернемся к ему маркетингу то все я просто сделал вводную если мы вернемся к ему маркетингу то у нас при создании выпуска мы можем вот здесь использовать темы оформления и здесь шаблоны из шаблона сайта до тема оформления если настроены туда нибудь там доступны грубо говоря я попробую упростить если в процессе разработки сайта разработчик который разрабатывает основной шаблон использовал сделал специальный шаблон для email а то есть там видимо папочка есть и признаки то этот специальный шаблон для email а который включен шаблон сайта может использоваться здесь для рассылки да именно так то есть нельзя просто взять текущий шаблон сайта там его текущий хендер хутор и вставить его в письмо мне кажется будет избыточно нет это это невозможно это ничего хорошего из этого не выйдет точно это нужно быть должен быть специально разработанный такой шаблон на так увидела что в конструкторе шаблона есть элемент код насколько целесообразно его использовать поставка html или плечки ну честно говоря он сделан только для того чтобы у нас он был я не вижу на самом деле смысла его использования потому что он что-то индивидуальное если нужно вставить в один единственный выпуск там единственную рассылку можно здесь html код да если у вас какие-то вдруг потребности для конкретного выпуска появились что-то вставить особенное и вы не хотите не хотите ничем заморачиваться вот ну вам нужен кусочек html кода в данном случае туда вы просто можете взять и что-то в него здесь поменять вставить и и у вас ничего не сломается ну я надеюсь если у вас там правильно будет верстка и принципе да использовать можно но как бы тут уже придется вам проверять конечно отображение письма более тщательно да надо обязательно будет проверить что html правильно корректно написано следующий вопрос если какие-то правила написания верстки шаблона для рассылки это конечно правило то есть это обычный html с некоторыми ну с одной стороны да с другой стороны нет правила есть но мы им нет как бы опубликованных этих правил пока то есть да можно посмотреть что это довольно таки стандартный шаблон как шаблон в общем-то сайта где описаны прямо стили и проставлены те же самые там метод теги но он имеет свои особенности это такие как дата атрибуты вот типа вот таких то есть вы можете составить письмо главное чтобы верстка была валидна и пометить его атрибутами и все указанные стили вот в этом в шаблоне то есть определенные стили в тегах стайл они будут автоматически проставлены каждому 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 тегу в письме то есть составление на самом деле у писем очень легкая задача в плане что вам не нужно будет проставлять каждому тегу атрибуты из атрибуты стилей разбирается в html особенности есть так давай еще немножко про отписку поговорим тут вот несколько вопросов я попробую объединить группа отписавшихся но то есть группы у нас есть черный список который можно вручную создать туда добавлять отписавшихся а что происходит когда человек сам нажимает письме кнопку и отписаться да скажу про отписку вот у нас концы в наших штатных шаблонах есть такая кнопка точнее такая ссылка отписаться от рассылки она индивидуально для каждого письма когда отправляется и при переходе по ней фиксируются во первых статистики что человек отписался во вторых происходит добавление в базу описавшихся по каждому по конкретной рассылке конкретный адрес то есть если вы следующий раз захотите отправить письмо в данные рассылки создадите выпуск именно в той же самой рассылке и отправите выпуск то те люди которые отписались они уже не получат эти письма автоматически они будут отброшены но в других рассылках если человек подписывался с одной рассылки то при отправке другой рассылки они если они есть получателях они получат эти письма Если же организовать общий черный список, то хоть раз отписавшийся от одной рассылки, он не будет получать по другим рассылкам. А можно где-то говорить, кто от конкретной рассылки отписался, чтобы, например, их в общий список перенести или, наоборот, отправить отдельные? Если только просмотреть, кто отписался, вы можете посмотреть их в список адресов, пункт меню, и у нас здесь прямо есть подписавшийся раздел, то есть вы нажимаете там «Найти», выбираете нужную вкладку, нажимаете «Найти» и они у нас фильтруются, либо так. Мы видим список адресов, да, и вот, соответственно, можно даже выгрузить вот эту цель, судя по наличию кнопки «6». Ну да, тут у нас это все доступно. Так, хорошо. Что дальше? Если в группе случайно задублируются email-адреса, человек получит два письма или одно? Исключено только одно письмо. Если email-ы одинаковые, то они, в общем-то, не попадут. То есть вы можете добавить источники адресов из магазина, из пользователей, еще кто-то, ну, как будто все возможные источники вы хотите собрать в одной рассылке, вы собираете источники, естественно, там будет дублирование. Но, когда будет формироваться база получателей рассылки, а ее можно просмотреть, вот, заходя, к примеру, в анонсы наши и список адресов, вот, заходя в список адресов, мы видим всю базу по конкретному там выпуску. Вот выпуск, распродажа, и по нему можем посмотреть. То есть никакого дублирования не будет по конкретному выпуску, будет отправлено только один раз одному email-у. Как перейти на новый модуль, вот спрашивает Юля. Надо просто начать на нем делать и перетянуть рассылки. Фильтр такой есть по старым подписчикам. Да, да, в группах вы можете добавить рассылка подписки, по-моему, называется так, рассылки подписки подписчики. Да, вы можете оттуда, я могу еще раз показать быстренько. То есть вот у нас здесь, здесь доступен вот такой вот такой фильтр. Подписка, рассылки подписчики. Вы нажимаете и выбираете рубрику, да. Это те, кто подписывался на старый, скажем, предыдущий модуль рассылок. Да, ну либо вы можете просто взять их вручную, добавить по спискам, загрузить вот сюда, взять из того модуля, вручную вставить сюда. Ну, если такая есть необходимость. Да, возможно, нужно фильтровать, как-то не сделать. Тут вот вопрос такой, не знаю, сможем ли так сходу ответить. Как интегрировать блок с возможностью подписки в существующий дизайн сайта? Речь идет о компоненте подписка на рассылку. Как его туда вставить? Я вот не уверен, что мы так уже будем показать. На самом деле, нужно просто найти в своем сайте, в шаблоне сайта некоторое местечко, куда можно вставить код вызову компонента этого, и, собственно, он там появится. Просто надо сделать так, чтобы… Ну, мы работали над этим компонентом, над версткой. Мы несколько раз его переверствовали, насколько я помню. И мы сделали его, во-первых, адаптивным, во-вторых, у него нет никаких особых блоков, которые могли бы повлиять на верстку. То есть, если вы его бросите в область, этот компонент бросите в область, условно говоря, 200 пикселей на 400 пикселей, то он там адаптируется и будет корректно показан. То есть, на интегр, надо просто добавить этот компонент в какое-то место сайта? Да, то есть, он должен у нас адаптироваться под любое место, которое вы решите использовать под этот блок. Какой-то ширины ему хватало. Вероятность… по поводу персонализации вопрос. Вероятность рассчитывает компьютер. Ну, действительно, наш большой, наш сервис Big Data, да, то есть, облачный сервис персональных рекомендаций, он рассчитывает для вас, какие товары кому надо предложить в какой момент. Это все происходит на нашей стороне, и наш сложный вычислительный облачный сервис это делает. Ну, в общем, у него достаточно хорошие показатели с точки зрения угадывания интересов, и это его предназначение, он постоянно донастраивается, поэтому все хорошо. Можно ли поменять шрифты в письме или только ареал? Можно. Можно менять шрифты. Ну, во-первых, шрифт определяется самим шаблоном. В чем и особенность. Вы можете одни и те же блоки бросать сюда, а в разных шаблонах он будет отображаться по-разному, потому что определены такие шрифты. Но если мы зайдем сюда во всю страницу, то, да, тут у нас именно настройки шрифтов есть, но они не содержат себе гарнитурную семью вот эту. Она, видимо, только в этом самом. Да, мы здесь не добавляли, но можно о конкретном блоке, можете посмотреть, определить уже здесь. конкретный шрифт. Конкретный шрифт, да. Комментарий. А вот еще заор уточняет, не совсем понятно, где брать код покупки для сопутствующих товаров. Я не очень понял вопрос. Может, ты понял? Это, наверное, речь вот об этом компоненте. Сопутствующие заказы товары. А это мы чуть дальше поговорим о триггерных рассылках, и как раз таки там можно будет использовать. В триггерных рассылках у нас рассылка будет запускаться на конкретное событие. Это, к примеру, оформление или изменение статуса заказа или отмена заказа. И как раз по этому заказу, ну, то есть в письме будет доступен уже код заказа. И этот будет компонент работать. Да. Отлично. Так. Затронут ли UTM-метки ссылки на email-адреса? То есть если в письме появится email-адрес в виде ссылки, то есть адрес, видимо, hrefmail.to, появится ли там UTM? Хороший вопрос. Наверное, появится. Возможно, появится. Но надо смотреть. По-моему, все-таки они должны появиться, потому что у нас идет проверка. Проверка должна была быть. Да. Ну, сейчас мы, конечно, не сможем ответить, но либо чуть попозже ответим, после, если вы к нам обратитесь, либо тестово уже попробовать это и по-сому проверить. А нужно ли добавлять знак вопроса при проставке UTM-метка? Насколько я помню, не обязательно. То есть, да, подразумевалось, что у человека может возникнуть вопрос. И как бы он ни написал, должно было у нас работать. Угу. Да. Система должна быть. Еще вопрос. Так, статистика выпусков есть ли в редакции «Малый бизнес». Мне кажется, не везде. нет? Нет. Статистика выпусков есть везде. Но вот такая красивая в плане вот такого графика, она, опять же, повторюсь, только для периодических отправок к выпускам. Так, спрашивают, будет ли видео. Алексей, да, видео будет, оно записывается и на нашем канале в YouTube появится. А как сможет обратно подписаться человек, если он погорячился подписался? Тут вопрос такой. Это человек использует модуль подписку, ну, в смысле, подписку еще раз на сайте, на конкретную рассылку, или, там, обратиться к вам, сказать, подпишите мне обратно. Вы сможете удалить его из списка черного. Ну, да, то есть у нас компонент не требует авторизации на сайте. Вы, если вы увидите, там, можно сделать подтверждение, ну, письмо, отправлять письмо подтверждения на подписку, а можно не отправлять. То есть человек просто указывает, выбирает какие-то интересующие его рассылки, нажимает «подписаться», и он подписывается на них. Если он отписан, то должен подписаться еще раз через этот компонент. Ну что ж, а, вот я тут вижу еще одно. А, не запретит ли черный список ему подписку? Вот в чем дело. Видимо, запретит, если мы его туда добавили руками, то даже если он подпишется, он будет исключен. Если вы, да, вручную добавили список, то он будет исключен. Но если вы использовали общий черный список, то, по идее, не должен. Как сделать так, чтобы письмо не попало в папку «спам»? Один из самых сложных, популярных вопросов. И я тут, наверное, даже в двух словах отвечу. Дело в том, что это зависит не от модуля маркетинга, не от конструктора писем, не от того, как формируется база подписчиков, а от содержания письма и настроек почтового сервера. И вот если на содержание письма вы еще можете повлиять самостоятельно в процессе создания письма, да, то есть есть определенные требования. Я о них в конце нашего совместного доклада чуть-чуть поговорю. То вот касательно настроек сервера, здесь есть целый ряд довольно сложных механик и всяких действий, которые нужно произвести. И это, конечно, должны делать специалисты. То есть либо ваш хостер, с которого вы будете отправлять письма, либо какой-то сторонний сервис отправки писем, который, в общем, с этим работает. Так, давай последний вопрос. Поедем дальше. Появится ли в будущем возможность добавления имен в списке при ручном добавлении списка адресов? У нас есть такая возможность? Нет, когда ты вручную импортируешь адреса, у нас такого. Да, при добавлении адресов вручную. Да, пока нет, но мы планируем это сделать. То есть у нас в ближайшем каком-то там, в одном из релизов будет уделено время и ждут большие изменения в модуле. Ну, то есть всякие полезные, интересные. Не рассказывайте, не секреты. Пока ничего не скажу. Извините за релизами, да. Поехали дальше, давай, а то мы и так уже времени затянули. Да, давайте мы, наверное, уже перейдем к рассмотрению триггерных рассылок. Что такое триггерные рассылки? То есть обычные рассылки. В обычных рассылках мы указываем расписание отправки. Мы выбираем, когда отправить, как отправить. Вручную, либо автоматически, в указанное время, либо автоматически и в указанные дни периодически, пусть даже так. Но что касается триггерных рассылок, то они работают несколько по-иному. Они отправляются по событию, так называемому триггеру, по срабатыванию триггера. Где у нас находятся триггерные рассылки? Рядом же с email-маркетингом у нас есть пункт триггерные рассылки и очень похожая также страница список рассылок и создание рассылки через мастера. Каким образом у нас вообще триггерные рассылки работают? Вы создаете рассылку и в ней уже доступно несколько выпусков. То есть это как цепочка писем. Указывается условие запуска, условие остановки и все письма по этой рассылке рассылаются конкретному адресу, на которого сработал триггер. Давайте посмотрим. Создание рассылок через мастер у нас содержит четыре, даже три шага. Создание, условие запуска и настройка внешнего вида письма. Создание триггерной рассылки можно выполнить вручную, а можно использовать и готовые шаблоны триггерных рассылок. То есть вручную вам придется все самому указывать, а готовые – это у нас уже предустановленное, только которое нужно активировать, либо незначительно что-то поменять. Какие у нас доступные готовые рассылки? Это забытая корзина. То есть у вас, ну, в основном все эти у нас рассылки, они определены на работу либо с магазином, либо с пользователями сайта. Забытая картина – это если у вас покупатель пришел в магазин, что-то уже однажды купил, то есть его email оставился в интернет-магазине, и после этого он уже еще раз что-то попытался купить, ну, как бы положил в корзину, походил по сайту и забыл эту корзину. В данном случае у нас уже имеется его email-адрес, и этим покупателям можно отправить письмо, даже письма о том, что вот у вас забыто в корзине, и, пожалуйста, возможно, вы решите вернуться либо нет. Также у нас есть готовый на отмененный заказ – это в случае отмены заказа мы запускаем рассылку по этому заказу, ну, по этому покупателю из заказа, и предлагаем ему там, уточняем какие-то условия, почему он там, почему он отменил заказ, может быть, что-то его не устроило, может быть, что-то мы можем предложить и прочее. Письма в догонку – это когда произошла покупка на сайте, и после этого мы отправляем какие-то там письма по очереди, о том, что мы можем предложить сервис, можем предложить еще то, можем еще предложить все. Далее у нас есть будильник – это цепочка писем, которая запускается по, как бы скажем так, по событию, или, точнее, по отсутствию заходов на сайт конкретного клиента. То есть последний раз он заходил на сайт 3 месяца, 180 дней назад, либо 360 год, и мы пытаемся реанимировать вот таких клиентов, которые вроде бы раньше у нас были на сайте, а теперь они перестали заходить. Мы напоминаем о себе. Ну, их элегантство – это у нас триггерная рассылка, которая шуточная, запускается там на какое-то у нас событие, я уже даже не помню, но оно у нас представляет один из видов коммуникации с клиентом посредством почты в таком формате шуточном, то есть даже, можно сказать, немного эпатажным, чтобы захватить внимание человека и привлечь его внимание к конкретному письму среди других писем в его почтовом ящике. Ну, давайте посмотрим письма в догонку. Мы выбрали письма в догонку. Это на основании этой готовой рассылки мы создаем свою. Мы выбираем торт-магазин, сайт, и можем поменять название, указываем только отправитель, то есть с какого e-mail у нас будет уходить почта эти письма, и переходим к следующему шагу. Здесь у нас сразу определены условия запуска и остановки. Условия запуска у нас с дефолта по умолчанию оплата заказа, то есть рассылка запустится после оплаты заказа. Мы можем выбрать там изменение статуса, отмена заказа, создание нового заказа и другие условия запуска. И достижение цели, то есть здесь у нас стоит оплата заказа. Сейчас я поподробнее расскажу, что у нас за достижение цели. Нажимаем далее и попадаем на саму уже рассылку. Видим, что у нас здесь целых 5 писем, которые запускаются через 1 день после оплаты заказа. То есть произошла оплата заказа и у нас автоматически запустилась для этого клиента рассылка, которая содержит в себе письмо. Здесь также можно использовать и новый редактор. И здесь нам доступен код заказа, как мы видим. И здесь же мы можем использовать и вывод сопутствующих товаров. И у нас придут в письме сопутствующие товары для этого клиента. Так вот, что происходит у нас. У нас запускается, срабатывает событие, срабатывает триггер на событие оплаты заказа. И у нас начинается цепочка писем отправляться. Через 1 день отправится 1 письмо, еще через 1, еще 1 письмо. И вот так через каждый день после предыдущего письма у нас отправляется новое письмо. Итак, 5 письм. После того, как 5 письмное закончится, то рассылка перестанет работать. Если параллельно человек еще раз оплатит заказ, то эта рассылка второй раз не запустится. То есть не бывает такого спама. Одинаковая рассылка много раз срабатывает на одного и того же клиента. Такого нет. Но письмо может быть отправлено всего лишь одно или два. То есть рассылка может прекратить свое выполнение, если будет достигнута цель. Цель, как у нас определено, была оплата заказа. То есть если мы отправляем все 5 письма и после какого-то письма человек пошел и оплатил заказ, оформил и оплатил заказ, то тогда мы приостанавливаем. То есть если после второго он пошел это выполнил, то третье, четвертое, пятое письмо не будет отправлено. Потому что он выполнил целевое действие. Но это довольно забавный триггер. Как мы видим у нас цель достигнута, цель у нас оплата заказа и события запускающие рассылку оплата заказа. То есть если он оплатит один заказ, то у него запустится рассылка, которая подтолкнет его к... В письмах мы можем предлагать купоны на следующую покупку, расширенный сервис, либо еще что-то. То есть и какие-то более привлекательные условия, какие-то распродажные можем еще ему предложить продукты. То есть мы можем в этих письмах привлечь клиента еще раз сделать оплату. То есть он опять оплатит и опять же рассылка запустится. То есть мы можем прямо с помощью этой рассылки автоматизировать привлечение внимания этого клиента с новыми текстами, новыми купонами и прочим новыми продуктами. Довольно интересная получается триггерная рассылка. Так вот мы видим, что если у нас эта рассылка добавлена, то после того добавления... Да, мы можем здесь внести какие-то изменения, но нам ее нужно обязательно запустить. Сейчас мы видим статус остановлено. Для того, чтобы запустить, нужно нажать кнопочку запустить. И если вы еще не запустили или вы там что-то внесли какие-то изменения, вы хотите посмотреть, как это ваше изменение отображается или вообще как это все выглядит, вы можете использовать тестовую отправку. Вы указываете свой адрес, выбираете из доступных. То есть если вы использовали какой-то адрес, он уже здесь сохранится и будет в следующий раз увиден. Вот вы указываете здесь свой адрес и нажимаете отправить. И все вот в данном случае пять писем будут отправлены на этот адрес. Так, ну и можем теперь поподробнее рассмотреть, какие же у нас доступные условия запуска и установки детально. То есть у нас есть «давно не заходил на сайт», «давно не покупал». То есть если мы выберем «давно не покупал», то мы можем указать, сколько дней он не покупал. Либо, например, «забытая корзина». Забытая корзина – это мы определяем, сколько дней у него лежит корзина, по которой не оформлены заказы. Один день, то есть по горячему сразу же отправить ему письма, что «слушайте, мы можем еще купон предложить вам то-то-то» и поспособствовать покупке. И у нас в случае, если вы первый раз будете запускать рассылку, то у нас есть вот такая настройка «обработать старые данные». То есть стандартно будет данное событие срабатывать только для тех, кто только вчера забыл корзину, точнее что-то положил в корзину, а сегодня она уже получается забытой. А чтобы обрабатывать все данные, все корзины, которые у вас находятся уже год-более, когда кто-то клал и ничего не забыл уже что-то с этой корзиной сделать, оформить, можете просто поставить галку и по всем вот этим старым будет запущена рассылка, в том числе и даже для тех, кто год назад и прочее. Но это только сработает один раз и потом следующие запуски, то есть завтра, послезавтра и послезавтра и дальше будут работать только для тех, кто забыл более один день. Далее у нас есть вот заход на сайт, изменение статуса заказа, можно выбрать какой именно статус установлен, оплата заказа, отмена заказа и создание заказа. Это условия запуска. Условия отмены очень похожи, но немного, ну их чуть поменьше. Это оплата заказа, создание нового заказа, изменение статуса заказа и заход на сайт. Либо просто уведомить, отправить письма и не важно. То есть это у нас цель. Это целевое действие, которое мы ожидаем, чтобы клиент выполнил. То есть нас интересуют именно вот эти действия, мы их можем выбрать. И если у нас что-то из этих, какое-то действие, которое мы указали, будет выполнено, то тогда рассылка будет остановлена и мы хотим спаймить человека. Далее можем вернуться к нашим готовым рассылкам. К примеру, хулиганство. Да, вот у нас здесь оно определено, давно не заходил на сайт. То есть мы пытаемся реанимировать там, не заходил на сайт 111 дней. Все это можно настроить, поменять. И условия достижения цели, это у нас заход на сайт. То есть когда он только вернется, мы перестанем управлять сайт, этому клиенту письма. И чем примечательна эта рассылка, тем, что у нас рассылка пишется от лица почтового робота, который жалуется на то, что его держат в заложниках, его семью, ну жалуются вам, и заставляют писать ему. И он там просит вас вернуться в магазин, чтобы его не начали раскручивать по одному, по винтику. То есть это более такая человечная, ну как, более похоже на человеческую рассылку, в плане том, что с тобой разговаривают более-менее на том же языке, что и в обычной жизни, а не сухим каким-то языком, как бывает при получении рассылок, там что-то вам сообщают. Важно. Да, как раз хочется здесь сказать, чтобы вы креативе в таких видах рассылок, потому что чем забавнее или интереснее или неожиданнее окажется там ваша цепочка писем, тем больше вероятности, что люди на нее так или иначе отреагируют. Поэтому вы тут не стесняйтесь, мы тут похулиганили в стандартном как бы представлении рассылки, и вы тоже хулиганьте смело, придумывайте то, что зацепит покупателя и заставит его к вам вернуться. Ну и у нас по триггерным рассылкам, может быть, какие-то вопросы есть, рассмотрим. Есть два вопроса. Первый вопрос это не про триггеры, а как, покажи, пожалуйста, настройки, как сделать, не сразу все письма отправлять, а с паузами. То есть по сто писем, например, чтобы не превышать лимиты хостера. Это у нас настраивается в настройках модуля, и мы можем указать, ну тут в зависимости от того, как у вас отправка идет. Если вы отправляете через крон, у вас запуск раз в какое-то время, то вы можете определить количество писем, которые будут отправляться так. Но вы можете указать интервал от количества писем для рассылки агентом за один запуск, пять, и интервал между запусками. То есть вы можете использовать два числа. То есть 50 это за раз, и между этими запусками у вас будет еще, к примеру, одна минута или пять минут паузы. И получается, что у вас за 10 минут будет отправлено всего 100 писем. Ну то есть если у вас пауза между запусками, пять минут, то у вас за 10 минут получается только два запуска. Ну, либо, если считать, там может быть три. Таким образом вы можете настроить ограничение, количество отправки за какой-то определенный период времени, к примеру, за час. То есть в некоторых хостерах, по-моему, есть такое ограничение, это количество писем за определенный период времени. И вот эта настройка им поможет. Отлично. И вопрос как раз про триггеры. Можно ли сделать так, чтобы при отмене заказа администратором рассылка не срабатывала? В общем, кажется, логичное предложение. У нас она срабатывает на отмену заказа, на само событие. Вот если, например, это сделал администратор, то, наверное, отправлять рассылку не надо, потому что там есть какие-то объективные причины. Да, мы по зуму и посмотрим, что можно в этом случае сделать. Может быть, какую-то настройку при отмене, либо настройку в триггерной рассылке, либо и вправду это отключим для всех. Сейчас, наверное, только разработчики могут что-то на события повесить, чтобы отменить триггер. Ну, это уже вопрос индивидуального решения. Так, Маргарита спрашивает, безопасность или почтовый робот. Насколько я помню, в последнем письме его все-таки разобрали на винтике. Ну, да. Так, ну что же, у тебя все по сценарию, потому что времени уже, вопросов пока больше нету. Тогда я предлагаю потихоньку заканчивать. Я сейчас переключу на себя. У меня есть несколько слайдов по поводу как раз спама. Они такие общего характера, но мне кажется, что будет полезно их озвучить сейчас. Так, 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 так. Андрей, подскажи, а мой экран же видно, да? Вроде видно. Да, видно. Показывает, что видно. Итак, это один из самых популярных вопросов, которые нам задают, на самом деле, касательно спама. И есть несколько таких практических моментов, которые вам нужно знать. То есть, безусловно, все не так просто, потому что спама в мире очень много, просто невероятно много. И сервисы, которые обеспечивают доставку и вообще отправку почты и получение почты и так далее, всячески с этим борются и стараются как можно сильнее усложнить жизнь спамера. К сожалению, под это попадают и, в общем-то, добропорядочные пользователи, да, добропорядочные рассылщики, то есть те, кто рассылает действительно важные, полезные письма. Вот на самом деле есть... Можно ориентироваться на рекомендации больших почтовиков. Вот в частности, есть два больших почтовика у нас в стране. Это Mail.ru и Яндекс.ru. Есть, естественно, и другие. И, ну, я вот взял на их примере, вот в презентации есть две ссылки, по которым можно почитать, как же сделать так, чтобы ваши письма не попадали в спам. Я отмечу лишь, наверное, основные моменты. То есть, например, в вашем письме и вообще в процессе рассылки должны быть четко определены некоторые важные вещи. Первое, например, процесс подписки. То есть он должен быть четко регламентирован и понятен. То есть человек, оставляя вам свой e-mail-адрес, должен явно дать согласие на подписку на те или иные информационные сообщения от вас. Это делается либо в личном кабинете, либо при регистрации, либо при подписке. Он должен явно дать свое согласие. То же самое в письме и на сайте должны быть четко, совершенно понятны и доступны инструменты отписки и отказа от подписки. То есть в каждом письме обязательно должна быть ссылка. И почтовые роботы, которые проверяют почтовые сообщения, классифицируя их как спам или как нормальное сообщение, проверяют наличие работающей ссылки отписки. Ну, конечно же, есть такие вещи, как заголовки письма. Некоторые роботы там просто по заголовку могут отсеять, потому что этот заголовок использовался, например, в уже точно определенной как спам рассылке. И вы там, создав какой-то заголовок, популярный, например, у спамеров, можете попасть просто по одному заголовку в спам. И также есть еще такая штука, как корректность сетевой идентификации. То есть это уже настройки серверной части отправщика писем, да, сервера почтового. Он должен правильно идентифицироваться при передаче письма от себя к другому почтовому серверу. И там целый ряд тоже всяких сложностей. Ну, вернее, не сложностей, а нюансов настроек. Так, собственно говоря, про подписку я уже детально сказал. Про отказ точно так же должны быть разные заголовки, например, или различные требования, которые на самом деле все, что здесь вы видите на слайде, оно очень подробно расписано в тех рекомендациях, ссылке на которые я вам предоставлял. Например, в поле от кого, да, то есть заголовки самого письма, да, отправленного сообщения должны быть в том числе с реально существующими адресами. И он должен, этот адрес, например, в поле от кого, который указывается в письме, должен быть привязан к тому серверу, с которого происходит отправка. Это такие элементарные вещи, которые там проверяются буквально за несколько секунд. Ну, и касательно сетевой идентификации, да, во-первых, эти настройки, они, в общем-то, кажутся обычными, да, но не все, например, хостеры уделяют должное внимание подобного рода настройкам, их просто нужно обратить на это внимание своего хостера или если вы заметили, что ваши письма там часто попадают в спам, обратить внимание на эти настройки администратора, чтобы он посмотрел и проверил, да, и те же самые подписи цифровые, такие как DKIM или DMARC, да, должны быть у домена, который производит рассылку. Это тоже скорее настройки серверные, и вот сейчас, наверное, их все там не продемонстрировать, поэтому вот эту презентацию вы можете смело взять и по ссылкам, давайте я, наверное, верну на слайд с этими ссылками, если вы захотите их сейчас как-то использовать или просто поискать, эти рекомендации детально прочитать и убедиться, что они соблюдены вашим почтовым сервером. Этого, в принципе, будет достаточно. То есть понятно, что рекомендации крупнейших почтовых сервисов, в общем-то, соответствуют рекомендациям и других почтовых сервисов. Это означает, что с большой вероятностью, исполнив эти рекомендации, вы получите высокий процент доставки письма и не попадания в спам и в других почтовых сервисов, которые могут быть поменьше, ну или там побольше, или немножко отличаться, потому что, в принципе, эти рекомендации очень похожи, и они все направлены на то, чтобы доставлять до наших с вами адресатов только хорошие письма. Ну что ж, на этом, наверное, наша часть с Андреем закончена. Я теперь буду передавать слово нашему партнеру, который еще интереснее должен рассказать про то, что происходит с моим маркетингом и как его сделать действительно эффективным. Так, Иван, включи, пожалуйста, микрофон, скажи, все ли в порядке, готов ли ты выступать. Добрый день, Сергей, как меня слышно? Да, слышно прекрасно. Тогда я переключаю сейчас экранчик на тебя и презентацию запускай. Сейчас, секундочку. Экран видно, правильно? Да, экран видно. Ты можешь спрятать вот это окошко с интерфейсом вебинара, да, вот таким образом, чтобы оно не мешало просмотру. Все, вперед, удачи. Спасибо, да, за возможность пообщаться и рассказать о email-маркетинге. Добрый всем день, спасибо, что вы нашли время сегодня послушать меня. Моя тема трансформации маркетинга, email-маркетинга, с учетом того, что меняется сейчас взгляд на общение с клиентом, меняются технологии работы с клиентами, и, соответственно, меняется модель поведения пользователей сети. Соответственно, поэтому нужно адаптироваться к новым условиям и как-то менять свою стратегию. Опять же, речь пойдет именно о стратегии, доклад будет, думаю, более теоретический. Стратегия, она отличается просто от email-маркетинга тем, что вы устраиваете там целый свод правил и порядка действий, который вы хотите предпринять, чтобы, в общем-то, повышать эффективность своей работы. Итак, сначала я хотел бы рассказать немного вкратце о задачах, основных правилах email-маркетинга. Ну, конечно, все мы понимаем, что самое главное – это производить, скажем так, конверсию. То есть мы из пользователей хотим сделать клиентов, а из там редких и разовых клиентов мы хотим сделать постоянных клиентов. То есть наша задача, в первую очередь, это продажа. Продажи новым, удержание старых клиентов и обратная связь – это тоже очень важный пункт, который позволит вам пособирать информацию о том, как видят ваш бизнес люди, которые у вас покупают или, наоборот, не покупают, что тоже бывает очень полезно получить обратную связь от тем, кто не будет. Вот. Далее. Немного о правилах эффективного email-маркетинга. Ну, первый – это технический момент, о котором сегодня мои коллеги уже говорили. Настройка самого домена. Кажется, сервис рассылок представляет уникальный ключ о аутентификации. Нужно его внести на ваш дом, и запись это дает понять почтовым клиентам о том, что вы совершаете совершенно легальную рассылку, и, соответственно, письма не будет попадать в спам. Второе, тоже тема уже была затронута, две обязательные фразы. Во-первых, клиент должен знать, зачем он получил это письмо, откуда оно, то есть почему он получил эту рассылку. Как правило, указывается, что вы с вами где-то общались, вы там у нас регистрировались, интересовались, и, соответственно, клиент должен понимать, что он дал на это согласие. Вторая обязательная фраза – это, соответственно, возможность отписаться от рассылок. К сожалению, есть такие рассылки, в которых нет даже маленьких букв шрифтов, маленьких букв, где написано, что можно отписать. И это, в принципе, дает вероятность большую того, что письма полетят в спам, и клиент их не увидит. Третье – естественное наращивание базы. Да, стремитесь, естественно, к наращиванию, не покупать базы, потому что покупка базы приводит к тому, что повышается процент отказов, и большинство писем летят именно в спам. Баланс рекламы и контента. Ну, сейчас такой тренд, как раз на мой взгляд, что эффективнее продавать через контент. То есть мы должны пользователям дать что-то интересующее их, интересующий контент, любые полезные статьи, ссылки, видео, все что угодно, что может в первую очередь заинтересовать человека, заинтересовать тематикой, а во вторую очередь предложить ему уже товар. Следующее – это адаптивные шаблоны. Мы понимаем, что совсем недавно статистика нам говорит о том, что мир перешагнул в сторону мобильного, интернет перешагнул в сторону мобильных устройств. Сейчас большую часть интернета пользуется именно мобильными устройствами, телефонами, планшетами, поэтому нам важно понимать, как наши письма будут выглядеть именно на мобильных устройствах, поэтому сервис МРАС, как Динет Битрикс, отлично справляется с этим, и вы можете сразу посмотреть, как будут выглядеть ваши письма. Анализ отписок. Соответственно, вы должны проводить всегда анализ, почему люди отписываются, в какое время это происходит, если есть возможность собирать обратную связь, чтобы понимать, как вы будете улучшать свою эффективность. Ну и восьмое, а, десятое, с цифрами, небольшая путаница. Оценка эффективности – это несколько из показателей, которые можно отследить и проанализировать, насколько хорошо работает ваша стратегия email-маркетинга. Задача основных правил мы обсудили. Следующее – как повысить процент открываемости писем. Ну, пришло время налаживать контакты с клиентами и, соответственно, мы хотим посмотреть, насколько хорошо будут открываться наши письма. Есть такой простой коэффициент email open rate, просто рейтинг открытых писем, процент открываемости. Рассчитывается достаточно просто. Открытые письма мы делим на разницу между отправленными и отклоненными. Важно понимать, что в этом коэффициенте важно учитывать и отклоненные также письма, потому что это недоставленные письма покупателям, потенциальным покупателям. MailChimp поделился статистикой за 16-й год по проценту открытых в разных сегментах рынка. Самый высокий процент оказался в разделе хобби, в сегменте хобби – 28-29%. Отстают от него существенно, можно сказать, ритейл и e-commerce. Почему так? Ну, в принципе, потому что, это объяснимо тем, что хобби, письма открываются чаще, потому что какие-то понимают, что письма их заинтересуют, потому что они подписаны на то, что связано непосредственно с их главными интересами жизни, поэтому самые высокие проценты. Цифры даны для сравнения. То есть, в принципе, можно приблизиться к самым высоким цифрам за счет небольших правил или порядка действий, которые можно использовать на рассылке. Сейчас мы о них как раз и поговорим, как способы, как можно использовать, какие способы для повышения открываемости письм. Первое. Ну, достаточно известный пункт – сегментация списков. Те же MailChimp провели исследование и определили преимущество сегментации списка. В целом, по сегментированным спискам компании e-mail просилы увеличивая открываемость на 14% в среднем. То есть, дало соответствующий природу. В похожем исследовании, а в спот спрашивал читателей, почему они подписываются на те или иные рассылки. Так вот, 38% опрошенных читателей рассылок сказали, что они подписались только потому, что уверены, что получат актуальную для них информацию. Да, те же подписчики легко могут покинуть ваши новости, отписаться от рассылок, если почувствуют, что не совсем целевая информация находит для них. Конечно, сегментация списка стоит первым и очень важным пунктом. Далее. Обращаю ли вы внимание на то, как часто вы отправляете письма своим клиентам? Блю Хорна тоже провели исследование и определили количество людей, которые отписываются, например, от слишком частых рассылок. Они пришли к выводу, что это количество растет. То есть, со временем увеличивается количество людей, которых раздражают частые рассылки. 47% опрошенных отписались из-за слишком частых писем. Они же дали хорошую обратную связь. Они спросили, что можно было бы сделать лучше, и они просто дали достаточно простой вывод, что дайте нам возможность самим определять, как часто мы хотим получать письма. Достаточно просто указать клиенту возможность, чтобы он мог выбрать в своем личном кабинете где-нибудь, что я хочу редко, либо часто, либо средне, получать письма. Еще один тоже вывод был сделан, что можно сделать просто расписание для рассылок. Создавайте расписание, и клиенты будут знать, когда получать от вас письма. То есть, они будут их ожидать, соответственно, открываемость будет повышаться. Далее. Выбор темы письма. Тема письма – это очень важный параметр. Во-первых, как уже говорил Сергей, тема позволит письму не попасть сразу в спам, потому что это она сразу сканирует. Во-вторых, тема – это серигель, который должен сказать потенциальному клиенту о том, что открой письмо, здесь очень интересно. Я в примере привожу компанию президента США Барака Обама в 2012 году. У них с помощью email-рассылки штаб собрал более 300 миллионов долларов пожертвований с помощью пропаганды по электронной почте. И они, знаете, что делали? Они проводили короткие сплит-тесты на коротких списках, чтобы понять, какие письма больше открываются. И оказалось, что на 50% повышается открываемость при использовании личных тем письм, так называемые темы «Hey». Это темы, которые, как проще можно объяснить, темы, как будто бы письмо пришло от вашего знакомого или соседа, или коллеги. То есть «Привет», «Это про тебя» и вот что-то подобное. Люди, естественно, хотят нажать на такое письмо, даже если они не знают от правителя, просто звучит как личное сообщение. Тем самым можно привлечь дополнительных подписчиков, дополнительных пользователей к вашим предложениям и, соответственно, конвертировать их в каких-то текущих или постоянных клиентов. Еще способы повышения открываемости письм. Выбор времени. Важно понимать, когда же лучше отправить письмо, чтобы оно было прочитано. GetResponse провели исследование по дням недели и пришли вот к такой статистике, как раз в четверг, как и сегодня. В четверг повышается открываемость письм на 10%. Тут важно сделать ремарку о том, что есть разные сегменты и обычные сегменты B2B, конечно, в будние дни у них открываемость выше, чем в выходные. В выходные все уходит на спад. Но, например, если вы работаете в сенте продвижения мероприятий, развлечений, бенд, то рассылки нужно делать, наоборот, ближе к концу недели, чтобы в субботу, воскресенье люди искали ваши письма, искали ваши мероприятия, открывали их. Тогда открываемость будет по выходным больше. Далее. Когда же лучше отправить? В какое время дня? Исследование пришло к выводу, что лучше открываемость с 7 утра до 11 утра, получается, с утра до полудня. Люди приходят на работу, читают письма. Казалось бы, в это время, наверное, стоит и отправлять письма. Но исследование не подтвердило данную догадку, потому что они пришли к выводу, что лучше время для рассылок с 6 вечера для часу ночи. Почему так? Оказывается, что с утра как раз свои почтовые ящики, заваленные рассылками пользователя, приходят на работу и, проанализировав GetResponse, проанализировав поведение пользователей, как правило, в большинстве своем начинают читать письма с последнего непрочитанного письма. То есть мы опускаемся в страничку, пролистываем чуть ниже, смотрим, когда у нас было последнее прочитано и начинаем читать последнего непрочитанного. Не все так делают, но оказалось, что большинство. Так вот, чтобы обогнать эти утренние письма, которые будут читаться в последнюю очередь, и, соответственно, последние письма будут открываться реже, чтобы ваше письмо было первым, в лучшее время для рассылок как раз с 6 вечера, ну, вечернее время, 6, там, до часу ночи. Следующие, еще способы повышения открываемости письма. Письма от реальных людей. Достаточно простой способ. HubSpot проводили подобные исследования и увидели, что если подписываться конкретное имя, фамилия компании, то есть они оценили, что письма просто от компании HubSpot открывают на 10% меньше, чем письма от Мэгги Георгиевой из компании HubSpot. Это переход на более личное оборудование, и это повышает вовлеченность человека в общение с вашим бизнесом, то есть в общение с вашим бизнесом через конкретного представителя. Такие письма люди открывают чаще. Еще. Удаление неактивных из списка рассылок. Да, стоит постоянно мониторить свой email-лист и удалять неактивных пользователей. Если 6 месяцев, полгода получатель не открывал писем, тогда нужно его перенести в отдельный сегмент, и по ним, по этим подписчикам, которые отписались от рассылок, не отписались, а которые не открывали письма, можно проводить какие-то отдельные рассылки, направленные на активацию. Причем, как правило, как совет, можно создавать отдельные посадочные страницы для таких пользователей с отдельными предложениями. Они хорошо реагируют какие-нибудь резкие вне сезонные раскладажи. То есть можно таким образом реактивировать подписчиков, которые были где-то в заморозке, и направить их, соответственно, в русло уже активного общения и покупок. Далее. Проводите постоянное тестирование. Да, постоянный анализ – это очень важно. Важно постоянно мониторить ситуацию и оставаться, скажем так, на главу. MailChimp поделились результатами 7 лет тестирования, АБ-тестирования, email-рассылок. Вот к каким они пришли результатам, что на 9% повышается у них открываемость, если они грамотно выбирают тему письма. На 12% повышается открываемость, если есть строка от кого. То есть очень важно, что от конкретного человека, от конкретной компании. И еще 9% они проанализировали, что если выбрать правильное время отправки письма, то открываемость выше. То есть если сложить показатели, получается, что на 30% они увеличили открываемость письм. То есть здорово, когда у вас есть замечательная email компания, но она может стать лучше, поэтому важно всегда находиться в поиске оптимального варианта. Перейдем к следующему, скажем так, к следующему разделу. Сейчас мы поговорим о важных показателях эффективности, которые нужно учитывать в мемаркетинге. Кратце так, уровень просмотров – это уровень открываемости писем, то есть вы правильно подобрали заголовок, оценили, в какое время лучше отправить письмо, само письмо вы там составили грамотно, с призывом к действию, со ссылками на отписку, с объяснением того, почему это письмо пришло, с хорошим предложением. То есть важно отслеживать и просмотрить самые важные показатели. Второе – это кликабельность, не менее важный показатель. То есть мало того, что письмо открыто, нужно, чтобы клиент по нему перешел, открыл страничку вашего интернет-магазина с предложением и, соответственно, купил что-то, то есть цель товарища – продать ваши услуги или товары. Уровень активности – отслеживайте, когда происходит повышение открываемости письма, переходов, либо какие-то всплески, проанализируйте, почему они произошли и, соответственно, на этом строите дальнейший подход. Показатель отказа – аналогичный показатель, только в негативном смысле, то есть тоже отслеживайте, когда они происходят, проанализируйте, почему они происходят и на этом строите дальнейшее взаимодействие. Доля – аналог. К сожалению, такое тоже случается. Кто-то подписался на ваш рассылок, дал явное согласие, но когда пришло письмо, оно у клиента потенциального попало в спам. Как об этом уже говорили мои коллеги, важно сделать так, чтобы клиент явно давал согласие на рассылки, то есть была какая-то страничка с анализацией, чтобы клиент подтверждал рассылку. Важно также не прибегать к сомнительным способам наращивания базы, то есть покупок базы, важно собирать ее, естественно, тогда доля жалоб будет намного меньше, и доля жалоб возрастает, если слишком часто отправлять рассылку. Нужно выбирать оптимальный вариант, или, как я уже говорил, что можно делать расписание, либо давать клиентам выбор, когда им часто, как часто они могут или хотят получать рассылку. Последняя – доля отказов. Да, можно следить за просмотров, можно отслеживать, какие темы успешные. Доля отказов покажет, насколько рекламная кампания приносит больше посетителей на ваш сайт и покажет, насколько эффективно вы работаете. Теперь поговорим о некоторых показателях анализа. Тут достаточно просто. Первое. Расчет общего объема ежемесячных продаж, связанных с электронной почтой. То есть нужно понимать, как хорошо у нас продается товар, либо услуга источником продаж, источником этих рядов, если является электронная почта. Здесь важно понимать, что не всегда это явный показатель. То есть клиент может получить рассылку, но потом в итоге не перейти, а просто позвонить, либо написать в ответ. И важно понимать, что такие клиенты тоже могут попадать в этот рейтинг. Далее. Углубленный анализ продаж подразумевает анализ сопоставления общего числа подписчиков. То есть мы должны анализировать, растет ли наша база, наш mail-list, наши потенциальные постоянные клиенты, отслеживание и прирост среднего членового подписчика. То есть сколько человек в среднем приносит нам денег, человек, которому мы посылаем email-письма, и рост этих показателей, соответственно, в процентах. В дополнение можно отслеживать количество покупателей в месяц. То есть мы должны понимать, что мы работаем со старой базой, то есть у нас текущий клиент приносит нам деньги, и у нас растет объем продаж. Либо у нас появляются новые клиенты, которые приносят нам дополнительные доходы. Работать только с текущими клиентами, соответственно, это не очень хорошая история. Важно постоянно наращивать объем. Соответственно, объем продаж на одного покупателя тоже будет достаточно информативный. И последнее, совокупная стоимость подписчика. Ну, то есть сколько вы тратите на то, чтобы привлечь одного подписчика и в итоге покупателя. То есть, ну, стандартная воронка. Выводы тут достаточно простые, что главный индикатор эффективности ваших писем – это продажа. То есть акциональная цель – это все-таки повышать уровень прибыли. Но чтобы отслеживать общую продуктивность, можно использовать, например, перечисленные показатели. С помощью такой небольшой панели инструментов анализа эффективности можно построить, в принципе, достаточно эффективную email-стратегию и модель работы с клиентами с помощью email-писем. В конце я хотел бы еще раз затронуть тему триггерных рассылок. Коллеги мои уже рассказали, что это такое и как это может помогать. Я просто лишь дополню и объясню, покажу некоторые примеры, какие триггерные рассылки могут лучше сработать. Ну, по сути, триггеры – да, это событие, которое запускает какой-либо алгоритм. В платформе 1SBITX управления сайтом есть такой замечательный инструмент, который повышает конверсию интернет-магазина до 20%. То есть мы повышаем конверсию, мы с помощью триггеров удерживаем существующих клиентов, мы увеличиваем средний чек, потому что в триггере можно предложить что-то сопутствующее, дополнительное. Происходит экономия ресурсов и это эмоциональная коммуникация с клиентами, которые можно построить с помощью этого замечательного инструмента. Про сценарии типовые уже было коллегами моими рассказано. Это брошенные корзины, я в основном буду показывать их, потому что есть некоторая статистика. Итак, на Западе провели тогда анализ наши западные коллеги и пришли к выводу, что больше 2-3 всех корзин в интернет-магазинах оказывается брошены. Причем важно понимать, что такое происходит не потому, что, ну, чаще всего это происходит не потому, что клиент потенциальный решил отказаться от покупки, возможно, что-то у него пошло не так, возможно, он не понял, как правильно заполнить заявку, возможно, он произошел какой-то технический сбой. Из-за этого возникает такая печальная статистика, но это, в принципе, не так уж все плохо, то, что бросают корзины, но с ними нужно работать и триггеры работают. Они позволяют возвращать потенциальных клиентов и делать из них уже текущих непостоянных. Если по статистике, то около половины, почти 44% всех триггерных писем с сброшенными корзинами открывают, то есть процент открываемости, если мы вспомним самый высокий в сегменте хобби, он достигал 30, ну, не достигал даже. А треггерные рассылки всегда больше, больше процента открываемости у них, поэтому это важно понимать, что проще будет вернуть покупателя. И письма чаще открывают. Десятая часть, 11%, переходит к корзинам из e-mail, и из них 30% кликают по ссылкам и приводят это к возобновлению покупки. Соответственно, закрывается покупка. Цель достигнута, цель у триггера, чтобы клиент совершил, закончил покупку в прошлом корзине. Вот. То есть такая простая статистика, каждый десятый возвращается в интернет-магазин, каждый третий покупает. Ну, если посмотреть на объем, то он кажется, не столь существенным, с одной стороны. С другой стороны, если мы вспомним, что 67% корзин нужно таким образом шевелить, то можно понять, что это хорошая прибавка прибыли. А стремен достаточно простой и действованный. Теперь мы посмотрим, как можно с ним работать. Примеров будет несколько, они на английском языке, но я дам комментарии, так что все будет понятно. Достаточно простой пример, но он хороший тем, что здесь все есть. Во-первых, есть знания о том, что вы хотели купить вот это, вы положили в корзину, но что-то пошло не так, вы можете просто перейти по ссылке и закончить заказ. Вот такой-то магазин написал, такой-то почтой письмо дошло, соответственно, клиент может обратно перейти по ссылке и купить. Может быть, у него просто что-то случилось. Пропал интернет, и он забыл вообще, и от него отвлекли. И таким образом, хороший инструмент для возвращения. Здесь пример с неформальным копирайтингом. Опять же, важно подходить к вопросу к этому креативно, творчески. То есть сухие деловые письма, как правило, не заставят клиента взбодриться и перейти и купить что-либо. Ну, важно понимать, что тут сегменты могут быть разные, но если речь идет о том, чтобы все-таки вернуть клиента, то можно прибегнуть к каким-нибудь ловкому, творческому подходу, как та же история с хулиганством. То есть в данном случае красиво составленное письмо говорит о том, что позвольте, я вас телепортирую обратно в интернет-магазин, где вы завершите покупку. Достаточно живо и неформально, и в принципе это заставляет клиента улыбнуться, создать хорошее настроение, а с хорошим настроением люди покупают больше. Похожий пример зоомагазина. То есть если вы работаете с эмоциональными товарами, типа зоомагазин, или детский товар, или одежда какая-нибудь, то это очень хороший способ клиентов обращать. Подождите секундочку, да, вы там не закончили заказ, пожалуйста, не расстраивайте вашего питомца, вернитесь и закончите оформление покупки. Достаточно хорошо работает, и клиентам нравится, соответственно, и магазину хорошо, потому что это прибыль. Смягченный дефицит, есть такой пример. Успей купить, скоро мы распродадим по их покупке. Вот такой способ, он работает, но нельзя его делать слишком эгрессивно, то есть важно мягко. мягко наникнуть клиенту о том, что он зарезервировал товар, мы специально выделили для него товар, он в резерве, товар ждет клиента, клиенту нужно просто зарегистрироваться и завершить покупку. Но важно сделать так, чтобы он понимал, что у него есть 3 дня, например, или там неделя, чтобы срок был ограничен, чтобы у человека было понимание того, что у нас есть ограничение по времени. Так, еще не все. Хотел еще рассказать про то, что важно предложить помощь в письме. То есть 40% корзин приблизительно бросаются, то есть покупка не завершается из-за того, что человек может не разобраться с тем, как ему совершить покупку. Несмотря на то, что вы приложили максимум усилий для того, чтобы сделать этот процесс максимально простым, максимально понятным, все равно такое может быть, что человек не понял, как все сделать, и предложить ему помощь, проконсультировать, помочь, показать, если нужно, или там сделать что-то за него, это очень важно. Потому что таким образом вы повысите возврат покупателей обратно в магазин и повысите свою продажу. В принципе все. Хотел еще добавить, что бывают персональные рекомендации, тот же сервис Big Data позволяет покупателю, который ушел, предложить какой-либо сопутствующий товар, товар-заменитель, показать ему, что у нас есть интересные предложения, таким образом процент возврата будет повышаться. В конце, также закончим, перед тем, как ответить на вопрос, выводами о том, что имя-маркетинг это один из самых-самых эффективных инструментов, который дает очень хороший показатель поэффективности, то есть затраты у него минимальные, как правило, можно даже вообще не особо не вкладываться, начать с каких-то очень-очень неруботных тарифов, а прирост прибыли он дает, в принципе, достаточно хороший. Плюс имя-маркетинг позволяет настроить прямую связь между представителями компанией, потенциальными и несуществующими клиентами. Результатом такой связи может стать получение регулярного отчета о новшествах, своевременное информирование о каких-либо акциях в вашем интернет-магазине, получение обратной связи о том, как вы работаете, все ли хорошо, какие товары там нравятся, покупательные, какие мне нравятся, товары либо услуги. Главное, это не надоедать проучательными, бессмысленными и неинтересными писем, главное подходить к этому и главное оценивать модель поведения пользователя. То есть имя-маркетинга, стратегия имя-маркетинга, она будет для каждой компании индивидуальной, потому что у каждой компании свой портрет клиента и под него нужно настраивать в принципе порядок работы. Преимущество имя-маркетинга это низкая стоимость и хорошая отдача, это сбор собственной базы подписчиков, что важно и хорошо, это возможность получения обратной связи, вот, и все это реально можно автоматизировать с помощью той же платформы 1S Bittrex, она будет рассылать письма, считать возвраты, конверсии, отказы, а все, что нужно, это создать новые, красивые, главное, правильные письма. Вот, теперь давайте перейдем Да, а вопросы, кстати, есть. Иван, что-то пропал звук. Так, я вижу, что произошло какое-то отключение, вероятно, что у Ивана что-то произошло с интернет-подключением. На самом деле, я вижу, тут есть пара вопросов, если кто-то еще может задать Иван вопрос, хочет, то сделайте это сейчас, я пока попробую за его зачитать и ответить, пока, возможно, Иван подключается обратно. Не будет ли проблемы с триггерами? Иван, слышишь? Так, сейчас, секундочку. сейчас я быстренько попробую переподключить Ивана. на самом деле, вопрос довольно общего характера. Так, сейчас одну еще буквально секундочку. Так, у вас должен сейчас появиться мой экран, потому что я вижу, что у Ивана какая-то проблема с подключением. итак, какой же вопрос, не будет ли такой проблемы с триггерами, что такого рода триггером, когда предлагаются купоны для клиентов на скидки, можно подсадить их на эти скидки. То есть, если, например, ранее клиент в магазине бросал, пусть и ненарочно корзины, ему приходили триггеры с купонами. Не будет ли такого, что человек почувствует халяву и будет специально бросать корзину, чтобы получать скидку или другую дополнительную вкусняшку? Не пойдет ли сарафанное радио, что именно в этом магазине можно получить скидку на халяву? Вы знаете, Сергей, это на самом деле довольно философский вопрос. Философский он потому, что если пойдет сарафанное радио, что можно у вас получить скидку и вам побегут люди покупать, я бы был скидками. Если вас в какой-то момент таким образом грубо говоря хакнут и начнут у вас все покупать со скидками, наверное, вы примете какие-то меры для того, чтобы эту ситуацию исправить. В этом случае, например, ваши триггеры станут просто вам невыгодны и вы, наверное, что-то предпримете для того, чтобы избежать такой ситуации. Но в целом мне кажется, что это наоборот хороший может получиться пиар-повод для того, чтобы к вам людей побольше пришло и побольше купило. Ну и пучка со скидкой небольшой. В любом случае скидка должна быть в масштабах окупаемости вашего продукта и ваших продаж. Так, тут есть еще вопрос, будут ли шаблоны помимо хулиганства и будильник 90. На самом деле у нас шаблонов несколько, их там 8 штук, если не ошибаюсь. Мы, наверное, не сможем за вас придумать шаблоны. То есть наша задача просто показать вам в виде вот таких шаблончиков возможности триггерных рассылок, чтобы вы могли их увидеть своими глазами, а не выдумывать с нуля, потому что с нуля, конечно, гораздо сложнее это сделать. В данном случае мы пока не планировали расширять количество стандартных email вот этих триггерных рассылок. Не знаю, нужно ли это прямо так вот. Мне кажется, что тут ваша задача придумать себе что-то уникальное, что-то новое такое, что именно ваших покупателей или клиентов немножко взбудоражит и они захотят прочитать вашу рассылку или вернуться к вам в магазин за вашу покупку и так далее. Наша задача лишь примерчик и показать, чтобы функционал был понятен. Не уверен, что мы там достаточно компетентны, чтобы выдумывать крутые рассылки и их всем раздать. Поэтому мы пока не планировали. Если придут какие-то хорошие идеи нам, например, я думаю, что мы не поскупимся и что-нибудь еще придумаем и разместим. Что ж, я не вижу больше вопросов. К сожалению, Иван отключился, видимо, что-то произошло с подключением. Ну, ладно, я тогда не буду уже его дожидаться. Если есть еще какие-то вопросы, у вас есть там минута на то, чтобы их задать. я напомню, что у нас запись вебинара велась и после небольшой конвертации и выгрузки на YouTube она появится на нашем канале 1SBITREX в YouTube и, соответственно, на нашем сайте в разделе мероприятия, там, где вы регистрировались на этот вебинар, также. Ну и, конечно же, мы сделаем рассылку по всем, кто участвовал в вебинаре для того, чтобы вам эту запись предоставить. Спасибо большое за то, что сегодня пришли, что потратили свое время на наши демонстрации и я прошу вас последить за нашими вебинарами, возможно, появятся, в смысле, я уверен, что мы будем их проводить еще и появятся обязательно какие-то новые интересные темы, которые мы будем для вас раскрывать. Поэтому в разделе мероприятия один из битриков всегда можно найти что-то действительно интересное по функционалу или по таким бизнесовым темам. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое. Ждите запись и оставайтесь на связи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok